Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну, телеведущего Владимира Соловьёва не нужно представлять широко, рассказывать кто это. Вы прекрасно понимаете, о ком идёт речь. Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. На ютюбе это канал Соловьёв Лайв. То, что он говорит, то, что он творит, это не поддаётся, с моей точки зрения, никакому человеческому осмыслению и объяснению. Человек явно делает то, что, условно говоря, должен делать и пошёл на сделку, что называется, с собственной совестью, если так можно выразить. Это моё субъективное оценочное мнение. И делает то, что нужно, условно говоря. Но есть заявление у него, с которым нельзя не согласиться. Есть человек, к которому ты относишься крайне негативно. Ты 99,9% высказываний просто слушать невозможно. Эти крики, эти, ну, неадекват абсолютнейший какой-то прёт в эфире. Но есть заявление, с которым нельзя не согласиться при всём при этом. Вот, вы знаете, он жёстко прошёлся по Собчак. И, в принципе, он говорит очень верные вещи. Он назвал Собчак дурно образованным, некрасивым душою, существом. Почему я говорю, что дельные вещи? Ну, конечно, ещё раз скажу, оскорблять других людей, это недопустимо. Но, а не оскорбление, как Собчак смеялась вот с таким вырезом в доме маньяка, в котором столько боли пережили эти... В частности, одна, он приводил одну, помыться в душе. И Собчак спрашивает, а вы где были, когда её ждали? Она, он говорит, я ей спинку тёр. И Собчак стоит, смеётся, у меня есть кадр. Это не оскорбление ли? Значит, друзья, вот что говорит Соловьёв. Телеведущий Владимир Соловьёв пишет, в эфире шоу «Полный контакт», он ещё по радио ведёт такое шоу, обвинил Ксению Собчак в том, что она зарабатывает на ненависти к России. Видео опубликовано на Ютьюбе, пишут. Вот что он говорит. Смысл жизни Собчак – уничтожение всего того, что может казаться русским важным и последовательным. Он также добавил, что Собчак, по его мнению, позволено больше, чем любому другому человеку в стране. Ну, согласитесь, это так и есть. Мы все прекрасно знаем, кто за ней стоит, и мы прекрасно понимаем, что если бы это был другой человек, а не Собчак, наверное, уже бы давно что-то бы, какие-то меры были приняты. Поскольку, как считает Соловьёв, что бы она ни делала, она остаётся, как он выразился, цитата, «дочкой учителя Путина». Ну, здесь не поспоришь. Значит, Соловьёв заявил, что без таких условий Собчак была бы просто никем, а также назвал её дурно образованным, некрасивым душою существом. Друзья, я никогда не выступаю за оскорбление других людей. Резко всегда очень критикую Соловьёва, когда он оскорбляет всех подряд налево и направо. В данном случае я считаю тоже, что, в общем-то, в тенденции его отношения к другим людям, и опять-таки, собственные тоже ощущения, ощущения собственного ощущения исключительности, он оскорбляет и её тоже. Но согласиться с ним, не согласиться нельзя. Понимаете, при всём, может быть, даже и сверхнегативным к нему отношениям. Действительно, если бы за ней не стоял, да, не стояла ли определённая сила, думаю, что ей не было бы позволено столько. И, вы знаете, также хочу сказать, что Соловьёв, когда говорит вот это, что вот она такая, мне кажется, ему самому бы вспомнить о том, ну, я думаю, что он прекрасно, конечно, понимает это и помнит, ну, он же не скажет об этом, о себе-то он не скажет, это нужно в зеркало подойти посмотреть, это самое сложное в нашей жизни, да, посмотреть на себя в зеркало, условно говоря, что за ним-то стоят те же самые практические силы, что и за Собчак, поэтому он тоже может творить в своих эфирах всё, что хочет. А вы видите, что он точно так же высказывается, так сказать, оскорбляя людей, он точно так же очень много делает того, что можно назвать вседозволенностью. Ну, вспомните хотя бы дело Ефремова. У вас может быть разное мнение. Убийца, стопроцентный, дело, куча белых пятен, тем не менее. Ну, как появилась экспертиза из уголовного дела у Соловьёва, когда он сказал, что ну появилась и появилась. Ну, как она появилась? Это же расследуемое уголовное дело на этот момент. Как она могла появиться у него? Очевидно, другому любому человеку он бы понёс ответственность. Но не Соловьёв. Просто пытался тогда адвокат Ефремов привлечь его, просто всё, замолчали и всё. Ну, понятно почему. Поэтому, когда он такую характеристику даёт Собчак, да, безусловно, ещё раз скажу, на фоне вот этого интервью со скопинским маньяком и всего того, что творит Собчак, да, в своей жизни, начиная с блондинки в шоколаде, катафалка на свадьбе и так далее, ну, есть рациональное зерно. Но, опять-таки, нужно и о себе не забывать, что сам-то он, в общем-то говоря, ну, недалеко от неё ушёл, моё мнение. Друзья, это лишь моё мнение, субъективное оценочное. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Всем пока, до встречи.